Сергей Демиденко старая школа здоровья здравствуйте сегодня я расскажу немножко про массаж костоправа потому что недавно разговаривал с нашей постоянной клиенткой у нас довольно большая группа постоянных клиентов это люди которые сами занимаются массажем изиотерапевты массажисты и так далее и вот была одна из таких наших старых клиенток рассказывала она про какие-то новые курсы которые недавно посетила поговорили мы о технике массажа вообще ну и пришлось ей еще раз объяснить разницу между массажем костоправа массажем классическим которому которым или которому ее учили эти разницы они принципиальные и стоит мне еще раз о них напомнить потому что последний раз я в этом рассказывал несколько лет назад и вряд ли кому-то будет хотеться забираться в самый низ этого списка наших фильмов на канале так вот массаж костоправа это наша семейная школа меня и моей жены галины демиденко создана она нами в начале 90-х годов именно как техника массажа и развивается она в рамках семейной школы костоправства и массажа потому что галина является наследницей семейной школы костоправства костоправство технически и тактически и стратегически это очень сильно отличается от той западноевропейской системы костоправства которую мы знаем под общим названием мануальная терапия тем что сегодня известно как хиропрактика и остеопатия потому что хотя сторонники остеопатии сторонники хиропрактики друг от друга довольно далеко отделяются и так друг на друга даже пальцем не хотят распоказывать тем не менее с точки зрения стороннего наблюдателя их техники довольно похожи друг на друга и выходят они в общем-то почти из одного корня это действительно очень такая некая и объемлющая система но эта система категорически отличается от того чем занимаемся мы в рамках нашей семейной школы потому что у нас работа идет не с позвоночником и позвоночник никак не воспринимается как нечто супер важное и основополагающее а мы работаем с мягкими тканями мышцы соединительные ткани связки и сухожилия и все прочее называются они мягкими потому что кроме них есть еще твердые ткани то есть кости в гости в год никак пальцу не поддается а мягкие пальцем поддается так вот массаж костоправа он вырос из этого самого костоправства нашего семейного когда мы начали этим официально зарабатывать на жизнь начали 90 то есть вот как кончился советский союз появилась возможность работать на себя официально мы начали официально работать и естественно начал увеличиваться количество клиентов и тут оказалось что когда надо сделать не два три человека в день а 10 человек в день резко на резко возрастает нагрузка на пальцы а в нашем костоправстве очень большую роль играют пальцы именно пальцы потому что пальцами мы вытягиваем пальцами мы укладываем очень много делаем пальцами этому пришлось чтобы уменьшить нагрузку на пальцы чтобы к вечеру вот это вот не превращались они в руки-крюки переполненные болью пришлось добавить дополнительный элемент разогрева тела человека то есть разогревать человека массировать его делать ткани более эластичными насыщенными кровью благодаря этому достигается возможность сделать все быстрее меньше и сопротивление под пальцами но и человека были тоже меньше потому что сами процессы поставления они довольно неприятны потом постепенно фамилия нарабатывание опыта мы обнаружили что техника это намного больше чем нам казалось поначалу это не просто подготовка тела человека к костоправству это само костоправство потому что когда ты правильно работаешь по технике массажа костоправа когда ты правильно человека разогреваешь и стираешь ты сначала его растираешь потом ты его разогреваешь а потом ты растягиваешь потом ты начинаешь двигать мышцами тело человека само восстанавливает правильное анатомическое и физиологическое положение этих мышц то есть телу мы позволяем вернуть все назад так как оно должно было быть до того как человек чего-то сделал не так до того как человек совершил то неправильное движение которое привело болям к недомоганиям в конце концов заставила его прийти к нам именно поэтому массаж костоправа принципиально отличается от массажа классического и прочих массажей потому что главная задача массажа костоправа во-первых человека разогреть буквальном смысле сделать кожу горячий сделать ткани горячими ускорить кровообращение потому что за счет трения растирания разогревания происходит а потом на фоне этого разогревания уложить то что можно уложить ладонь без дополнительной работы конечно с теми составами и так далее и действительно процентов 70 80 уложений укладываний происходит уже на этом последнем этапе на этапе укладывания то есть на самом деле массаж костоправа это первая ступень массажу и костоправству первое и с этого все начинается и здесь главным рабочим инструментом является ладонь если массаже классическом большую часть если не процентов 90 всех работ выполняется пальцами и только когда пальцы начинают отказывать начинаются способы снять нагрузку с пальцев дать им возможность отдохнуть то есть там рубка пиление какие-то выдавливания и прочие дела здесь самого начала работа идет ладонью основанием очень часто ладони ребром ладони основания большого пальца то есть ладони пальцы берегутся пальцы экономятся для того чтобы потом когда человек уже разогрет уже этими еще способными работать пальцами сделать поставить точку над и закончить работу целиком ставить все на место именно поэтому массаж костоправа он быстрый он очень быстрый он очень энергичный и он очень мощный ощущается как мощный глубокий массаж потому что когда я работал интенсивно в этот массаж как узнала моя дочка у клиентов было у меня прозвище там потому что говорили что от пан сергей когда начинает работать такое впечатление что там едет и вот когда он заканчивает работу чувствуешь себя буквально как желе как такой весь растекшийся это правильный результат правильного расслабления тела человека когда мы снимаем все его спазмы когда мы убираем спазмы внутри у глубоко расположенных мышц вот тех скелетных и самые спазмы которые в конечном итоге приводят неврозом невритом и прочим неприятным вещам это все мы убираем с помощью глубокого расслабления а глубокое расслабление происходит за счет интенсивного глубокого растирания послойного если это депутация делать пальцами мы причиним очень много вреда и человеку и себе себе мы просто пальцы поуговыриваем будем тыкать в разные стороны а человеку с наставим синяков наставим кровоподтеков и опять-таки на вырываем ему мышцы это тоже часто случается у людей начинающих пытающихся этот массаж костоправа сделать не освою предварительно правильное расслабление рук и здесь я перехожу к самому большому недостатку массажа костоправа потому что практика обучения многолетняя показывает что массажу костоправа на самом деле научить можно не каждого точнее не то что научить научить можно каждого а вот освоить полностью может далеко не каждый потому что если худо-бедно разогревать может каждый но превратить это разогревание в профессиональный заработок это уже следующий этап более сложные и здесь выходит на первый план ощущение в ладонях и возможность эти ладони расслаблять сожалению вот этого банального такого движения это банальное движение эту банальную волну могут сделать далеко не все массажисты которые например к нам приходили когда мы занимались обучением и набирали работников в свой центр огромное количество людей с опытом массажа закончивших курсы закончивших иной раз десяток самых разных курсов люди и юноши и девушки и те кто постарше и те кто помоложе они не могли расслабить пальцы то есть они пытаясь массировать делали это жесткими пальцами а когда у тебя пальцы жесткие у тебя жесткая ладонь и полноценного растирания нет а раз нет растирания то нет и правильной диагностики потому что очень большую часть сигналов от тела человека мы воспринимаем через ладонь и если подушечки которыми обычно мы ощупываем можно сравнить замочной скважиной то пальпацию всей ладонью можно сравнить с большим открытым окном видно больше и чувствуешь больше поэтому так важно с самого начала учиться расслаблять пальцы расслаблять ладонь расслаблять запястье без расслабленного запястья массажа костоправа нет это недостаток массажа костоправа по крайней мере тот который я знаю вот с которым я сталкиваюсь довольно часто еще тоже очень серьезный недостаток массажа костоправа это необходимость быть постоянно сконцентрированным на том что ты делаешь изда а потом вырабатывается автоматизм потом начинается рутина где-то там через год через два первые месяцы довольно довольно долгий период может полгода а может даже и год с лишним человека приходится постоянно концентрироваться на том что он делает здесь невозможно работать на автомате как вот я наблюдал у многих ребят после курсов они там усвоили такую технику всякую технику вот такую технику и они начинают работать думаю чем по своем потому что вот определенный навык выработался и все здесь не так здесь у нас человек меняется каждый день он приходит каждый раз немного иной потому что что-то с ним случилось с кем-то он там переговорил чего-то он там услышал напрягся так напрягся иначе каждый раз другой тот же самый клиент но все время приходится чуть-чуть изменять свою работу все время приходится его заново исследовать это хорошо потому что это позволяет избегать рутины но это и сложно потому что тебе приходится все время быть сконцентрированным на том что ты делаешь это подходит сегодня не всем многих это утомляет многих отталкивает именно это необходимость контролировать свои действия потому что когда ты начинаешь работать интенсивно резко увеличивается опасность сделать что-нибудь не так повредить себе например вывихнуть запястье повернуть палец или человеку чего-нибудь там вывернуть не желая того то есть постоянный контроль самоконтроль это очень важная часть массажа костоправа плюс опять-таки подход многим многим из тех профессионалами из тех кто к нам приходил многим из них довольно сложно перенастраиваться на то на самом деле ты работаешь не с мышцами на самом деле вот это вот там у меня за спиной это нужно для хирургов и массажистов наших которых учат как врачей и которым потом не дают работать как врачам у них вот этот диссонанс он остается глубоко очень долго может у кого-то даже на всю жизнь профессиональную потому что человек понимает что вот там дельтовидная мышца а там трапециевидная мышца а там еще какой-нибудь вертлюг и он думает что работает с этим вертлюгом трапециевидной мышцы но он давит на кожу он давит на нервные окончания в этой коже он давит на кровеносные сосуды в этой коже и под ней на жировую клетчатку и на много чего еще и на самом деле с мышцами он бы работал только в том случае если бы ему кожу разрезали отвели его дали бы что-нибудь с мышцей поработать как это вот делается при прямом массаже сердца вот берут и прям сердце массирует а мы работаем с кожей только и исключительно и все что мы имеем это сигналы которые организм на коже показывает где-то уплотнение которое ты чувствуешь где-то наоборот рука проваливается как я где-то цвет изменился где-то больше жира на коже а где-то она сухая прям какая-то такая сероватая где-то больше поры где-то они уже это все сигналы которые говорят о состоянии подкожных тканей именно поэтому мы и говорим что мы не работаем с мышцами мы работаем с кожей мы работаем со всем телом потому что мы сразу оказываем воздействие и на нервы и на кровеносные сосуды и на лимфу и нам бог знает что еще на все сразу мы сразу работаем со всем и к этому многим сложно многим это сложно принять и тем более сложно переучиваться потому что когда человек уже выучил наизусть весь анатомический атлас ему естественно трудно споткнуться с мыслью что все это было не нужно и незачем так что массаж костоправа это совершенно отдельная техника принципиально отличающиеся от массажа классического и прочих других современных массажей и я думаю покажу еще попозже буду снимать фильмы посвященные конкретной технике но в целом это массаж ладони целом это растирание тела ладонью и через растирание выход на растягивание на укладывание мышц то есть это сразу и разогревание и расслабление и ли массаж лимфатической системы и воздействие на нервную систему это сразу и сегментарный массаж и точечный массаж и энергетический массаж и много 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 чего еще это объединяется практически в одной технике и все это может сделать только ладонь Сергей Демиденко старая школа здоровья до встречи